Привет! Вы смотрите Hotline Video. Меня зовут Андрей Кухар. Сегодня мы поговорим о 23-дюймовом телемониторе Samsung T23A750. Модель выполнена на основе концепции Crystal Design. За счет оригинальной подставки в форме усеченного с двух сторон цилиндра и прозрачной окантовки панели устройство выглядит элегантно и солидно. Вместе с тем, из-за применения глянца оно довольно маркое, однако это не такой уж и недостаток, часто трогать его не придется. Телемонитор в принципе стационарный прибор, к тому же все управление им можно производить с пульта ДУ. Альтернативный способ управления использование сенсорного блока на ножке, но он не так, чтобы очень удобен из-за достаточно низкой степени отзывчивости кнопок. Массивная несъемная подставка устройства оснащена шарниром, который поможет изменить угол наклона дисплея. Его высота не регулируется, но поскольку эта модель не ориентирована на профессионалов, этот недостаток нельзя назвать критичным. Все разъемы расположены на тыльной стороне панели, что привело к появлению значительного наплыва на корпусе. Их число впечатляет. В наличии разъем питания, оптический аудиовыход RJ45, антенный выход, выход для наушников, аудиовход, сервисный разъем, компонентные разъемы с карт и два входа HDMI. Три разъема расположились на левом боковом торце. Это слот для телевизионных карт и два USB разъема, причем к одному из них можно подключать портативные винчестеры. То есть устройство можно использовать в качестве медиаплеера. Жаль, что не нашлось места для разъемов DSAP или DVI, ведь сегодня не каждый компьютер обладает HDMI-выходом. Наконец, Samsung T23A750 оснащен двумя динамиками мощностью по 7 Вт. Они звучат громко и достойно и подойдут непритязательным к звуку пользователям. Телемонитор выполнен на основе ТН-матрицы. Разрешение дисплея 1920 на 1080 пикселей. При стандартных настройках T23A750 демонстрирует неплохое качество изображения. Хотя температура несколько завышена, зато с углами обзоров все в порядке. Конечно, речь идет о горизонтальных углах, поскольку вертикальные УТН по-прежнему остаются слабым местом. При подключении ТВ-кабеля монитор превращается в полноценный телевизор. С его помощью можно получить доступ к каналам, которые устройство предлагает найти в автоматическом режиме. Качество изображения Samsung T23A750 едва ли отличается от любого ЖК-телевизора, транслирующего аналоговое ТВ, зернисто и с кое-какими помехами, но на расстоянии это особо незаметно. Красочное и понятное меню в лучшую сторону отличается от тех, что мы видели в более простых моделях. Интуитивно понятный интерфейс и большое количество настроек позволяют отрегулировать даже самые незначительные опции. Подключив USB-накопитель, телемонитор распознает его и показывает все содержимое. Немаловажно, что поддерживается достаточно широкий набор форматов видео, включая МКВ. Особый интерес данная модель может представлять для покупателей благодаря присутствию системы Smart TV. Для полноценной работы с ней предусмотрен Ethernet-порт и возможности тонкой настройки параметров в локальной сети. О платформе Smart TV мы не раз рассказывали. Напомним, что она позволяет получать доступ к популярным интернет-сервисам вроде YouTube, Picasso, Twitter, Facebook, Google Maps. Кроме того, можно без труда дополнить данный набор другими виджетами из магазина Samsung Apps. Главной особенностью Samsung T23 A750 является поддержка 3D, которая реализована здесь на высочайшем уровне. В комплекте с устройством поставляются очки затворного типа, выполненные из качественного и прочного на вид пластика. Они питаются от одной стандартной батарейки-таблетки. Кнопка включения находится на оправе, рядом с дужкой. При запуске очки автоматически соединяются с телемонитором. Выглядит трехмерная картинка великолепно. Она сочная и глубокая, нарекания здесь неуместны. Более того, монитор умеет конвертировать обычное двухмерное изображение в стереокартинку. Результат далеко не такой качественный, как с оригинальным 3D, но вполне достойный внимания. Samsung T23 A750 показал себя добротным универсальным монитором с развитыми телевизионными возможностями и качественной поддержкой 3D.